Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами посетим один из вновь открывшихся проектов, который построен на базе игры GTA 5 и располагается на платформе 5M. Ну и как вы, наверное, догадались из названия, называется он International Productions. Роли Play. Ну и начну я, наверное, с того, что данный ролик, данный обзор был записан в новом для меня формате. Это обзор Let's Play. То есть мы просто бегали, играли и высказывали свое мнение по этому проекту. Вот таким вот образом мы и будем двигаться по всему творению и рассуждать, что же он из себя представляет. Ну а начать предлагаю с группы ВК и Дискорда данного проекта, чтобы быть убежденными, когда открылся этот проект, сколько он уже существует и что он из себя представляет. Ну и вот группа ВК данного проекта, в которой нет ни слова о том, что проект открылся. Но зато, если перейти по ссылке в Дискорд данного сервера, то здесь есть объявление о том, что сервер открылся и всех ждут для приятного времяпрепровождения на сервере. Ну а вот теперь мы будем плавно переходить к тому, что из себя представляет данный сервер. Назвать его проектом я не могу, потому что это, да, это, наверное, и не проект. Но давайте обо всем по порядку. Первое, что бросается в глаза, заходя на этот сервер, что странная карта. И действительно, карта эта принадлежит проекту RMRP. Прямо целиком и полностью. Как она попала сюда, я не знаю. Но зато, как выглядит проект и как выглядит карта в исполнении разработчиков с платформы 5M, мы немножко и порассуждаем в дальнейшем ролике. Как я и сказал, ролик будет в формате обзор летсплей. Мы играли троем, какое-то время двоем, какое-то время троем. Бегали, рассуждали, обсуждали, тестировали и смотрели все недочеты, ну и какие-то положительные стороны. Которые тоже здесь есть, но их очень мало. Но давайте обо всем поподробнее. Переходим на сам летсплей. А за дампели это значит... Грубо говоря, запускается прога, которая... Тебе на ком, грубо говоря, перекидывает весь маппинг? Из-за этого вот эти швы гуляют вот таким вот образом, да? Возможно. Вообще, видишь, вот у них... О, появился мост. Но, как говорится, переживать нечем. Просто заходим сюда, все пропадает, то потом все появляется. Очень-таки хорошо играется. Ну да, похоже на РМРП Московию. Прямо очень похоже. Я прямо, ну, не то чтобы я досконально эту карту знаю, Московию, да? Но похоже. Она? Да-да-да, это она. Просто я не могу. Вот если бы я ее увидел с высоты, так сказать, птичьего полета, но здесь же жопа какая-то. Здесь карта Московии, а включаешь карту, и ты видишь Лос-Антос. Как ориентироваться? У меня все метки в озере стоят. Как ориентироваться-то? Я вообще не могу понять. Как так сделали? Я, в общем, бегу в твою сторону, не знаю, что из этого получится. Да, слушай, высотки я узнаю. Узнаю. Я просто по Москве-то не так уж сильно все ее изучал-то, но очень похоже, да. Очень, прямо очень похоже. Посмотреть бы, знаешь, еще на рабочие места, но я думаю, что скрипты-то здесь свои, да? ПК-карта с РМП-карта. Я знаю, что... У меня персонаж пропадает периодически. Еще бы найти бы эти рабочие места. Да, вот как ориентироваться-то? Вот они когда открывали, а чего прямо официальное открытие было вчера? Ну, в дисковде у них написано. Арочки, да, я вот еще когда стримил с РМРП, я говорил, что вот я из Питера, мне нравятся эти арочки, все, знаешь, такие, в арку заходишь, а там такой свой, какой-то мирок такой, блин. Так, набережная один в один, прямо, прямо вот точно к бабке не ходи. Так, слушай, бля... Но без воды, слушай, набережная река без воды, прикинь. Ой, прикол, блин. Слушай, я где толку от тебя, по идее, должен быть. Так, сейчас, сейчас, сейчас я перебегаю. Как все мерцает, а прямо там у меня за мостом, как это прямо в жопу творится. А, ты прям к этим многоэтажкам бежишь? Да, да, да. Ты, походу, от меня бежишь. Нет, я поставил маркер на тот, этот самый, аэродром, где ты сказал, да, вот этот колхозный, и на сторону маркера бегу. Так, я нашел какое-то обозначение. Сбор банк, да, и на РМРП тоже был сбор банк. Сбор? Ну все мерцает, прямо, ну так противно, все мерцает. Я зайду в сбор банк, посмотрю, может, у меня какие-то деньги можно здесь получить. Да, интерьер, этот самый, в Московии, да, к бабке не ходи. А менюшка банка, это самая стандартная. ОКОК, ОКОК БАНКИНГ. Да, 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 да. Ну, я просто знакомому там, помогал его переделывать. Так, баланс у меня пять тысяч, снять сумму, пять тысяч пишу. Снять. Снял, а куда я их снял? Так, в инвентаре. Так, смотрим инвентарь, денег нет. Ну, тебя просто видишь, пишется снизу R. R большая, это, так понял, это именно наличка. Ну, вот она здесь у меня есть, вот она написана внизу, около миникарты. Рубли до 5500. А в инвентаре, как бы, их нету. Вот, я вижу сбор банк. Так, ты мой видишь, где я? Да, сейчас налево поворачиваю, на перекресток. Угу. И направо. Ой, кто-то на лопетке гонит. Да, это Московье. Ну, вот прямо они оригинальные. Что-то они с ней подделали. Я не думаю, что если бы это была бы оригинальная, купили бы именно, да? То у них были бы проблемы с водой. Это ты, нет? Да, да, да. Мерцает, даже этот и мерцает. Пешеходка. Ну-ка. Тени нету. Поворачиваю, поворачиваю. Оп, появлялась, исчезла, появилась тень. И твоя, кстати, так же мерцает. Да, 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 у меня тоже мерцает. Да, слушай, все, я узнал, это Московья, да. Она, правда, немножко видоизменена, но, правило, немножко. Ты знаешь, может быть, да и нет. Просто платформа другая, поэтому тебе и кажется, что она измененная. Может быть. Вот Сумы, там должна быть набережная, где в оригинале рыбу надо ловить. Но здесь как ловить рыбу, если здесь воды нет? Как вообще играть на карте, на которой нет воды? Вот как? Слушай, давай-ка сейчас, если это мопедка назад, поедем и спросим, а рыбалка тут есть? Смотри, здесь есть автосалон. Пойдем туда, сходим. Вот видишь, белобенькая машинка нарисована. Это где-то вот здесь, недалеко прям совсем. Давай. Вот автосалон такого тоже в Москве я не видел. Там же вообще как-то по-другому все устроено, продажа автомобилей, по-моему. Слушай, ну, никто же не мешает потом, наверное, на Москве зайти, посмотреть. Ну, да, да. Соральненько, да. Так, точка взаимодействия где? Я вижу, ты исчез, значит, вот она. Лексус. О, что-нибудь мы сможем себе было. Лада есть вот. А я не могу дар камеру выключить или как тут вообще. У тебя машина вообще прогружаются? Да, ну, у меня, я Лексуса. Ну, давай, Лада. Да, у меня прогрузилось. У меня нет машин. О, идет, идет загрузка транспорта. О, а теперь есть. Слушай, я тебя предупреждаю, там музыка играет. Ну, и вот тут, друзья, я должен вмешаться голосом из-за кадра, потому что в автосалоне действительно играет какая-то неадекватная подборка музыки, очень громко, настолько громко, что даже невозможно было общаться друг с другом. Ну, естественно, YouTube на это отреагирует очень печально. Объясню, что автосалон, вы видите, как выглядит, в принципе, оформление неплохое. Единственное, это проблема 5M, очень долгие прогрузки автомобилей. Ну, и цены. Цены, мы не поняли, с чем они связаны, почему такие большие. Мы немножко побегали еще по проекту, в дальнейшем вы это увидите, посмотрели, какие тут цены, в общем-то, на заработки, ну, и поняли то, что надо очень долго будет потрудиться, чтобы купить за 20 тысяч, например, вот такую вот машинку. Ну, как очень долго? У каждого, как я всегда и говорю, свои понимания. У меня понимание, что, ну, надо будет потратить какое-то определенное время для того, чтобы заработать вот эти вот 50 тысяч. Дальше вы увидите, какие здесь зарплаты. Ну, а по автосалону из минусов это невозможно крутить камеру. Но если вы встаете в режим, так сказать, АФК, то камера начинает сама летать по этому автосалону, таким образом демонстрируя вам машинку. Сейчас вы это увидите. Вот так вот начинает наезжать камера, но только стоит вам сделать хоть какое-то движение, камера останавливается. Сейчас я покажу, как она летает по автосалону. Такое себе на самом деле решение. Оформление, как я и сказал, в принципе, неплохое. Текст, ну, текст дурацкий, если честно. В целом, вот так вот выглядит. Не знаю я, как автосалон выглядит на оригинальном РМ-РП. Здесь это выглядит вот таким вот образом. И вот камера, как вы можете заметить, начинает летать вокруг машины. Если вы пошевелите мышкой или клавишами, камера встанет в свое стандартное положение. Если вы будете стоять в режиме АФК, камера будет летать вот так вот в самоавтоматическом режиме вокруг машины. Неудобно от слова совсем. Ну, мне, например, это вообще не понравилось. Ну, и продолжаем дальше наблюдать за этим проектом. Странно, вот, опять же таки, если брать в пример РМ-РП, да, там сразу же в начале дали тебе какую-никакую, на машинку. Глянь, все прямо, там все вот мерцает. Очень противно. Даже тут авент, о, кстати, мост нефти, видно там. А мы сейчас дойдем, выйти-то отсюда мы сможем вообще. Кстати, интерьерчик-то неплохой, на самом деле. Не открывается, да? Нет. Интерьерчик неплохой, но только не в этих условиях уже здесь, ну, по крайней мере, у меня все мерцает. Ну, не все, вот, полы прямо вот мерцают. Матрешка какая-то. Да, матрешка это московская, я ее узнаю, это да, это она и есть. Сейчас должна быть дорога уходить направо, вот, да, видишь, дорога направо, я помню вот это место. Да, все, теперь я сто процентов уверен, что это РМРП, а зачем они отдали карту свою, вот это я никак не могу понять. Ну, теперь, теперь будет две карты одинаковые, это зачем так делать? Не знаю. Либо, два варианта, либо РМРП продали свой проект и теперь он будет вот в таком вот виде, не самом благоприятном, я так понимаю, на 5Ме стоять, ну, либо эту карту сперли, я не знаю. коммерческой выгоды здесь я не вижу никакой, это зря, если продали, зря вообще, не надо было это делать. Слушай, а помнишь, там была загородная территория на РМРП? Да, только я не могу сейчас скажу, ну, бля, по этой карте херцессориентируешься, но мы недалеко. Я примерно напомню. Это левый, левый нижний угол нужен нам. Да, да. Карты. Посмотри, тоже неописи сидят там. Да, да, да. Ходячих нету, да, сидячие есть. Да, но мы, по-моему, едем не в левый, нижний, или в левый нижний. А мы сейчас просто вниз едем, потом повернем направо. Ну, этот проект кривой, прям очень неприятно сделано. Вот она дорога. У тебя вдали тоже ничего не прорисовано, да? Ага, там вообще куска какого-то нет. Да, нету куска прямо. Надо подъехать, посмотреть. И, кстати, деревья справа, если ты посмотришь на многоэтаж. Так, а мы не поедем туда, куда мы сейчас едем? Ну, вот едем. Как это будет работать, я не понимаю. Ориентиров никаких нету, то есть на карте ты не можешь ориентироваться. Мы сейчас едем где-то за тюрьмой, блин. На ощупь. А вот у них, смотри, есть работа, бас. Давай поставим ее как этот самый. Подожди-ка, смотри, в этом самом. Если посмотреть на Лос-Сантос, там стоит метка. Собственность, комьюнити, сервис. А мы, как ты думаешь, мы до туда дотянем вообще? Эта карта способна до туда дотянуть? У меня даже метка на него не ставится. Вот рядом, рядом поставилось. Ну да, у меня тоже поставилось. Давай, попробуем. Давай попробуем дотянуть до него. Ну, я что-то, я не знаю, как это работает, мне интересно просто. Тут даже интересно, тут на спидометре, а, у нас 37 литров, у меня, у меня 37 литров. У меня, то же самое. Или 3,8, или 3, или 38. Поля пошли, смотри, какие-то. А вот на РМРП я не видел полей. Они, они, они есть уже. Есть уже, да? Да. Они, когда вот это загородную территорию сделали, они, по-моему, и поля вот эти сделали. А? А, и мост скончается, все. Все. Приехали. Значит, местка старая. А, тут, кстати, воды-то нету, можем ехать. Воды-то нету. Ну, я думаю, это будет конец нашей истории тут. Это самое, смотри, падают эти, на дно морское, падают эти, как они, буи. К бую подъезжаешь, он, бам, снах не падает. И, дым, упал. И куда? Да, все, я оба что-то шарабахнулся. Здесь коллизия какая-то стоит. Дальше нихера не проехать. Проверка статуса какого-то у тебя там была. Ну-ка. Да, вот, дальше не проехать, тут что-то натворили. Да, да, стенка стоит. Где ты-то, тебе не вижу. А я вот в кусты заехал туда. кусты или это водоросли? Вели. Я не знаю, что это, камыш может быть какой-то. А, слышите, да, это, или камыш, или водоросли. Ну, ну, смешная карта, слушай, смешная. По крайней мере, интегрирована, на мой взгляд, не очень грамотна. Не, ну, ориентироваться вообще просто невозможно. На Москве это невозможно, но там хоть все ровно, гладко и не мерцает. Там, понимаешь, там хотя бы как-то на Escape есть. Да, хотя бы можно действительно смотреть, как чего. А здесь вот наугад просто едешь куда-то. И у меня еще мини-карта, она то есть, то нет ее. Вот так она работает. Вот сейчас нет ее. Вот сейчас еще нету. Да, 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 у меня тоже. А в какой-то момент вот такая размытая появляется. Ты не ошибся? Точно было вчера? Прямо официально, официально открыть, я даже сейчас зайду и посмотрю. Да, не ошибся. Просто официально открывать вот такое, такое себе. И мне бы понять, зачем РМРП отдали свою карту. Это значит, это теперь станет тем самым, блин, еще одной рыдакой нахрен. Все начнут издеваться над этой картой, блин. Слушай, я думаю, нам надо тут было налево повернуть. Поехали, поехали налево. Но, кстати, ну это 5М, синхрон неплохая, ты вот прямо у меня вообще никак не лагаешь. Вообще, никак, ровненько ездишь. Да тут по большей части это и лагать-то вообще нечего, трафика-то нету. Ну, да. А, слушай, у меня такое чувство, что на Гаттле тут будет автобусник посреди поля. Ну да, да, вот я, вот он здесь должен быть. То есть, они и маркеры что ли просто так налепили, набросали? И ты утверждаешь, и ты утверждаешь, что это официальное открытие? по-моему, хуже официального открытия придумать невозможно. знаешь, вот этот автобусник, там метка стоит, даже если по ГТА-шной карте, все равно как бы под... они не смогли удалить их или это... я не понимаю, как это... Ну, вот ты открываешь проект, ты видишь, что у тебя через жопу поставлены маркеры. И ты, типа, рукой махаешь, такой, да и насрать, что, да? Так, что ли, это работает? Я что-то не понимаю. Ну, просто, знаешь, что самое интересное? Они недавно писали в своем дискорд-канале то, ребят, мы закрываем русский сервак, у нас будет на карте а, как-то интернационал, там, что-то, как-то Нью-Йорк, то есть, мы от русской тематики отказываемся, и через неделю выходят скриншоты с этой картой. с этой картой. Куда ехать-то? Показывай. Я-то не поставил метку. Прямо? Да, мне, например, и первая их версия вот с этими мостами в разные стороны не особо понравилась. Ну, а здесь, если эту карту сделать по-человечески, то, ну, может быть, но вот в таком варианте играть она, ну, она неиграбельная. Вообще неиграбельная. Вот видишь, сколько у нас занимает поиск простейшей точки, просто, просто точки, блин. Хер ты ее найдешь, без карты, без понимания. Здесь точка стоит, работы здесь нет. нету? Нет. Ну, сейчас я попробую еще интерьеры проверить, потому что стоит. О, нет, я нашел, вот она. А, вот она. Да. Это что, дальнобойщик. А, так это самый уазерский дальнобойщик, блин. Бля, а как здесь работать дальнобойщик? Мне даже интересно, слушай. Слушай, я взял сейчас какой-то этот пузовик у меня. где-где-где, покажись, покажись. Так. Рецепт есть? Да, он отображается, но как завести двигатель? Сейчас. А, J. На J выведен, да? Вот, что? J, открыть, в смысле открыть, заглушить. Может быть завести, заглушить. Меню транспорта, средняя кнопка мыши. У тебя сейчас выведены с правым экраном кнопки? Да, я их читаю. А вторая прочитай. А, третий класс. Третий класс. Это то, что ты вызываешь, как шоколадный глаз. Так ты не можешь отъехать, а мне просто не взять, пока ты не отъедешь. Я, понимаешь, я вас завести не могу. Тут написано открыть, заглушить транспорт на J. я нажимаю на J, мне на английском пишет, но овнет вайкл ин ария. Типа, я не владелец данной машины, чё? Ну-ка, я попробую. А мне сейчас, наверное, отк... быстрое задание, перевозка морковь, начать. Ай, блядь! Я начал работу. Спасибо, ты меня взорвал. Я очень громко начинаю работу. Так, у меня, смотри, какая у меня вообще таз какой. А чё он такой низкопосаженный-то? блядь. Ни хераси. Так, говоришь, джином нажать, да? Тебя опять я, потому что твой фургон взорвался. Стоял мой прицеп и твой прицеп, понял? Они одновременно появились, ну ты заспаунил, да, и всё? Ну давай, бери по новой, я тебя подожду. То есть, непродумана точка появления, кстати, на УАЗисе, ну, можешь на несколько человек брать, они просто в разных местах появляются, прицеп. Да, я просто помню, там в конфиге, или в конфиге, как там правильно говорят, в конфиге, там несколько меток установлено. Тут, видимо, они все упиливали. И опять ты утверждаешь, что это официальное открытие, то есть вообще никто не тестировал, да, не пробовали даже, никто из администрации не пробовал запустить эту работу, блин? Ну, что это за бред-то? Типа, мы скачали, он рабочий, блин, настраивать не надо. Слушай, ну они что-то уже поднастроили, потому что, ну, как бы, кастомная точка и так далее, только, видимо, проверка, ну, проверяли, проверялось это всё только, видимо, одним человеком. Так, теперь я беру, поставка началась. А теперь мы поменялись, теперь у меня это Грымза. Так, говоришь, насадимся, нажать G, да, я такого не вижу вообще, где нажать G? Не, не, просто выйди и опять зайди в этот пузовик, и он тебе заведётся. Пиздец какой-то. Слушай, что-то похожее было когда-то на Оазисе, протупление вот такое вот. Так, сейчас я возьму мой... Ты что хоть везёшь-то? Слушай, морковь какую-то. Я тоже морковку. Ну, на этом проекте не хватает морковки, поэтому надо мне. Да, да. Теряет, теряет этот скрипт уникальность, я его уже начал встречать очень часто, а когда-то данный скрипт был только на Оазисе и, в общем-то, пользовался огромной популярностью. А теперь уже пошёл тоже по рукам. Он же платный, насколько я помню. Ну, официально, да, но, по-моему, есть литый ехать. Есть, да? Ехать, кстати, тут вообще, ну, блядь, вот, ну, хрен ты разберёшься, серьёзно, вот, по этой карте. По-моему, я приехал. Я, по-моему, тоже приехал. с такой неуверенностью оба говорим, блин, потому что понятия не имеешь, действительно, приехал ты или нет. Просто, в какой-то очередной, ми-ми-ми, ой, извини, я, просто у меня сейчас 7 многоэтажки, всё это выгрузилось, разом. Ага, так, всё, я сдаю груз. Я в какой-то, ты уже доехал? Да, да, что тут ехать-то? Тут карта 2 метра вправо, 2 метра влево мне. Я вообще в какой-то там... Но я скажу тебе, что и на РМРП Московия дальнобойщики тоже не ахти какие. Этот скрипт не нравился, он прикольный, если с ним поиграться с настройками, он мне нравится, он здорово сделан, здорово. Но на этой карте на нём неинтересно было. В силу того, что, во-первых, карта маленькая, а второе, это хуй пойми куда ехать, извиняюсь за мой французский. Ух ты, какой тут интересный скриптик-то, слушай, оформление прикольное. Меню лобби, одежда, первая или вторая, можно выбрать, два самых одежды можно выбрать. Но работает только одна. Первая, видимо, это моя одежда стандартная, а вторая, это я выбираю чего-то, да? Так, проценты, проценты в отношении зарплаты, Александр, мнительный, бригада, начать работу. Так, инструктаж, добро пожаловать в работу строителя, на строительный вал ждёт самый, мне газель дали. Не знаю, куда мне. А, смотри, у тебя подсказки справа, легенда карты. Да, стройка, я дошёл их, вот они. А, слушай, блоки, для стройки стен, помнишь тот самый скрипт, где ты с плитой упал? Угу. Это вот он. Да? Да, скорее всего. Подъедь там, где стройка стен. Сейчас поеду. Так ты давай тоже подтягивайся, где ты там всё шляешься? Я ещё еду на длиннобойщике. То есть, ты решил реально поэрпшить длиннобойщика? Да, какой поэрпшить? Это срезаю, как не знаю кто, просто я, я просто, я на этой карте первый раз вообще. Я не катался до этого, на рмрп. Я слежу за проектом, но не катался сам. В голове-то я понимаю прекрасно, что карта мне не помощница, но и мне так хочется посмотреть по карте, как ехать. Ну это звездец какой-то. Серьёзно, открывать вот так проекты, ну, блядь, ты показываешь свою слабость, что ты не можешь ничего с этим сделать. Ты не можешь сделать ничего с мерцаниями. Ты ничего не можешь сделать с переходами, со швами. с навигацией. Ты ничего не можешь. Зачем ты открываешь такой сервер? Посиди, поработай, подумай головой. Ну, зачем вот это вот? Зачем? А знаешь, что самое интересное? А у них-то, ну, есть там маппер. Банально, тот же самый человек, который делал им вот этот розный терпиент и так далее. Он же, в принципе, в теории же мог бы это всё исправить. Ну, и тут я должен опять вмешаться закадровым голосом для того, чтобы описать, что же здесь сейчас происходит. Дело в том, что проект International я уже показывал. И показывал как раз-таки этот скрипт. Кто видел, тот видел. Ну, можете посмотреть, я оставлю ссылочку вот здесь, в правом верхнем углу. На том проекте International, на карте Los Santos, я нашёл то же самое рабочее занятие. И у меня была та же самая проблема прилипания плиты к рукам. А дело всё в том, что описание-то здесь есть. Но давайте почитаем, что же там написано. Вы находитесь рядом с каркасом стены. Ваша задача построить его из бетонных блоков. Бетонные блоки находятся недалеко от вас и также отмечены на карте. Подойдите к куче блоков, возьмите один и закрепите его на стене. И вот тут наступает проблема. Табличка выскакивает вот в этом месте, где вы сейчас это видите. Но здесь этих блоков никуда не прикрепить. А прикрепляются они на особые опалубки, которые здесь есть. Но как написано в пояснении, они отмечены на карте. А они не отмечены на карте. А находятся они на втором этаже и выглядят вот таким вот образом. Но как до этого догадаться, хрен его знает. То же самое меня постигло и на первом моём визите на проект Интернешнл. Как понять, куда это крепить, абсолютно неизвестно. Я ходил-бродил, но в конце концов мы разобрались. Действительно, крепить эти блоки можно, но только в том случае, если ты запомнил, как выглядит строительная площадка до того, как ты взял в руки эти блоки. Потому что появляется эта обрешётка только после этого. А само же описание этого рабочего занятия можно сказать вводит вас в заблуждение, говоря о том, что тоже отмечено на карте. А эта обрешётка на карте не отмечена. Она выглядит визуально. Вы можете пройти мимо и даже не догадаться, что надо прикрепить её туда. Я до последнего мучился, бегал так и не понял, что с этим делать. Я же догадайся, что это за форму на нём. Вот это серое, что ли? Ну вот, серый, самый еще, видел, шлем какой у него сейчас, но он снял. Сбейся что ли? Да, смотри, вот, вот что, что это, догадайся, что это за одежда. Кем он работает сейчас? Я фиг знает, кем он работает. Это строитель. Ты что, строители не видел, что ли? Они все сейчас заходят. Это какой-то, блин, доскилоскопический какой-то, блин, фигня занимается. Строители в оранжевых касках и жилетах это каменный век. Вот так выглядит строитель на, как этот проект называется, International Hard RP Московия. Как ты думаешь, какая-то рыбалка будет? Яш, помнишь рыбалку-то? Мы же тобой ходили на рыбалку. Ну, я представляю, что... А теперь смотри на стрим. Вуаля, а воды-то нету. Подожди. Да. Так что здесь рыбу надо ловить, реально бегать по дну и ловить ее. Она будет от тебя убегать. Слышали, если подойти к точке и посмотреть. Там, где, это не РМРП, это карта с РМРП. А здесь нету, о, у меня он, интерьер, только сейчас прогрузились. Это карта с РМРП, а механики, рабочие занятия здесь вообще другие. Вообще другие. Здесь дальнобойщики с ОАЗиса, вот этот скрипт стоит, но только ехать надо 20 метров. Ну, знаешь, я вроде ехал 500 метров, но это было самое сложное 500 метров в жизни. Самый долгий дальнобой, самый пикселек отыграл нормально, по полной. ну, сказано, дальнобойщики, да, ехать 500 метров, но будем ехать долго, мы же не зря называемся дальнобойщиками. что еще посмотрим? что за футбольные поля? футбольные поля, реально, смотрите, подожди, да я выйду. до дороги. перфекционист, маппер, что, ну, он такого не допустит. Не думаешь? Это напутали, это напутали реально. Неправильно разметку взяли, видимо. Я же так понимаю, что разметка накладывается поверх текстуры асфальта, да? О, пойдем сейчас, это, ну да. Ну вот, они перепутали просто. Там просто идет модель, и в модели уже текстурные пакеты идут. Ну да, потому что текстура асфальта одна и та же, а разметка-то везде разная. Я так думаю, что они просто напутали, нахерачили, что, ну, тут заперто написано. Вот здесь можно спуститься налево. Помнишься, они зимой лед там делали? Да, да, но я тебе говорю, что на РМРП маппер просто, ну, ой, опа, ёпа, ёпа, чё происходит, чёрная дыра. А там лодка плавать что ли? Ну да, какая-то херобора. А, это для этих, это трамплин для прыжков. Когда ты еще по одну Москва-реки поездишь? Ёпа, у меня все, пропадает, лагает, нет? Звезда, я боюсь, на самом деле, 10-ти, наверное, что-то буду выезжать отсюда. А выезжать можно только там же. Здесь, ну да, да, главное по пляжу. И пошел, 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 пошел. И сейчас это все пропадет. О, тут кто-то. Во, вот, вот он, вот видишь, вот, вот он, вот он шов появляется и исчезает, вот в этом месте. Видишь, есть заборы, там все, сейчас мы проедем вверх, и все исчезло, видишь? Опа, все, смотри, машины нету. Пиздец полный, вообще пиздец, что творится. Да, я выйду нахер из этого говно. Капец. А, так слушает. Ой, как в это играть вообще? Не знаю. Это хак, так, ты не понял, ты будешь стоять на спавне, отыгрывать, и выходить. Потому что, когда ты, там надо забору встать, вокруг спавна, чтобы люди не видели, вот этого всего. Надо ставить забор вокруг 5М, и вокруг этого проекта, чтобы люди не видели ничего. Ох, ёпки, театр, не смотрю налево. Ух ты, ёпки, действительно, там вообще ничего нету, все висит в воздухе. Пипец, пипец. Ну и скажи, своим профессиональным мнением, это чинится, это можно чинить, это, ну, какие-то косяки разработчиков, или это вот, ну, все просто, ну, ничего с этим не сделаешь. Знаешь, если бы это была бы купленная карта, да, они бы сотрудничали бы и купили, я думаю, их бы маппер, а это бы все бы исправил. То есть, зашел бы на 5М, да, и оптимизировал бы все. Да, в принципе, ну, исправить это все, это можно, да, только видно, что как-то было под речь сделано. Как все это мерцает, и так далее. Ну, ты думаешь, если бы они купили бы карту, вода была бы, ну, вода тут бы была, если бы они покупили бы реально. А ты уверен, ну, то есть, так, убежден в том, что карта не купленная, поэтому она не оптимизирована, она стыкшена, да ты не считаешь. ну, слушай, я не уверен, конечно, ну, ну, на это похоже, дом появился, мы около дома стали, ты в курсе? он изначально был тут. Да, у меня он был. У меня он только сейчас нарисовался. Так, шо, кто? как его бога, это все выглядит. Так, нагад. О! А, так интерьер-то почтовый такой же. Да, по-моему, курьер также в этой же локации находится и на РМРП. Так, берем наряд. Ну, в смысле, наряжаемся. Ничего у меня не поменялось, кстати говоря. Вы поменяли одежду? У меня джинсовка какая-то стала. У меня вообще ни хера не стала. Ладно, все, нажимаю начать. Дрявая. Слушай, ты, не, не, у тебя есть джинсовка, я вижу отсюда. У тебя джинсовка, но у тебя такой богатый внутренний мир будет, когда ты посмотришь на себя. У меня черный экран, все. Все дуренький. Зависло все. Ты должен тэпнуться в грузовик свой. Да, ты должен. Прорисовывается, наверное, грузовик, потому, ну, вот, я появился. Конец. Нихрена себе прогрузочка у меня была. Так, подсказки, не буду даже читать, посылок. Отлично выбрана одежда, отлично. Богатый, но так не межно. Да, пупец. У меня даже волосы дыбом встали, блин. Так, ну, и где наши машины? Ну, это вот моя машина, где твоя, я не знаю. То есть, сейчас ты сел в машину, да? Ты считаешь, что ты сейчас сел в машину, да? Да, он сел в машину. У меня нету ни тебя, ни машины. Ты просто улетел в воздух. Вот ты теперь появился. А, ну все, ты можешь закурить сигарятку, как ты это любишь, она загружается. Да? Твоя, да, скорее всего, она не загружается. что случилось-то? Почему именно меня-то так обделяют? Блядь, надо было мне первому идти. То есть, у меня своя работа идет. Моя машина появилась, деловые линии. Это моя? Это моя! Поеду на газельке. Это моя машина, блин. Она наконец-то у меня появилась. Слушай, машинка-то хорошая. Вот я вчера, кстати, где там бегал-то вчера? На марш. О, у тебя метка есть. Ну все, тут, это хуже, чем дальнобойщики. На этой карте что-либо найти, это жопа полная. Ничего ты здесь не найдешь, на. Ух ты, блин, я, по-моему, нашел, да. Во дворе где-то, многоэтажка. Так, ты говоришь, надо взять коробку. Да. вот здесь, в отличие от РМРП, хочется сказать, что привязка-то есть к задней двери, блин. О, А на РМРП можешь брать где угодно. Тетенька появилась и забрала коробку. Ой, серьезно? А где моя тетяка? И свалила. Так, доставить. Стучится, правда, анимация кончилыжная, руки опустила, коробка висит в воздухе. Вот она, это футбольное поле, он с правой стороны был. Да, смотри, ты у меня тоже дяденька подошел и забрал. Яша, на каком проекте мы это видели? Да. Тема прикольная, если ее обыграть хорошенечко. Кстати, здесь уже почти обыграно. Я, когда вот этот скрипт показывал, я говорил, что ну здорово придуман, ты передаешь из рук в руки, но правда чел куда-то уходит с ней и исчезает у тебя на глазах. А вот если бы он уходил в дверь, как здесь, это грамотнее, кстати. Но тут надо с анимациями поработать. Ну вот этот скриптик-то мне нравится, он прикольный. А тут все рядом, кстати. Надо с анимацией бы поработать, потому что когда вот он стучит в дверь, коробка висит в воздухе. Вот так вот, выходит чел. В один дом. Все по ссылке. Нет, скриптик мне понравился, прикольный. Ну только его доделать надо, и будет вообще прикольненько. А, точно, здесь вот такая же система. Просто меняешь шмотки, но увольнение-то как такового нету, ну да, кстати, у меня все пропало, нахрен. Стоишь ты, стоят неписи, руками машут, и ничего нету. В смысле машут, они сидят тебе, угрожают кулаками тут. Слушай, с этим скриптом какая-то херня, и тяжело прогружается трудоустройство, и тяжело прогружается обратка. Вот я не знаю, сейчас у меня идет стрим, нет, попробуй посмотреть, что у меня сейчас творится. ничего не показывает. да? Давай-ка, попробую показать. Так, продемонстрировать экран, вот этот раз. Тринц. Вот видишь, что у меня, нет, держи? Да. Вау. Вот такая вот херня у меня. А на первое лицо переключись. Ага. А подпрыгни. Или пройди. Ты как будто через портал прошел. Вот это тут. Через портал и попал на интернешнл. Ой, ты куда делся? Пропал. Я, понимаешь, игра считает, что ты на улице стоишь, а не в интерьере. Понятно. Ну а в целом, вот скажи мне, например, ты вот как разработчик тоже, ну не такого, но схожего, да? Ты бы стал открываться вот в таком состоянии? Нет, конечно. Вот и я считаю, что по-моему это полная хрень. Если хотите, чтобы это было, чтобы это работало, надо над этим работать. Действительно работать, не покладая рук. Избавляться от всех этих багов и делать сервер более играбельным. Да не более, а хотя бы просто играбельным. На данный момент, вот моя точка зрения, вообще неиграбельный проект. И вот это вот то, что они где-то взяли, я уж не знаю, где они взяли эту карту, вообще никак не спасает. Находиться здесь неприятно, неиграбельно. В общем, полная жесть. А вот РМРП, я не понимаю. Если не с их ведома это было сделано, то одно дело. А если они отдали эту карту, ну это глупо. Это глупо. Плодить одно и то же нету никакого смысла, вообще никакого. Ни игрового, ни финансового, да никакого смысла. Нету плодить одно и то же. Это уже показали на Детнете, на Редаге, что нету смысла, когда открывается одно и то же, одно и то же. Тем более, если оно работает, то так херово. Мое мнение вот такое по этому проекту. Не знаю, видели или нет, сейчас я лежал в одном интерьере, да, было написано встать с кровати. Я нажал встать с кровати, я поменял точку расположения, блядь, и все равно лежу, вот как ты говорил, опять, видимо, считаешь, что я на улице. Да. Пиздеск. О, прорисовалось. Вот, блядь, что происходит-то опять? Тебе нужно нащупать выход на улицу. А как мне это сделать? Попробуй на первом лице переключиться, надо срабатывать. Не? Ну, ты видишь, периодически видишь кадры. То есть у тебя выход где-то вот слева от тебя будет. Капец, а? Это, ну, тут что, не локация, то прямо, ну, вот. Как-то может вот так вот смотреть. Ну, здесь эта дверь должна быть, да, я так понимаю? Нет. Да, да, я куда-то вышел. Куда-то иду. Ну, 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 как вы так сервера-то открываете? Не удивляет, что нет-то никого, а? Ну, и на этом, наверное, будем заканчивать и прощаться с данным сервером, на котором мы провели порядка двух часов. Даже монтированный летсплей с этим обзором занял около 40 минут. И в завершении, выходя с этого сервера, у нас сложилось очень смутное понимание вообще, что это такое. Начиная с карты, которая каким-то образом попала с рейджа вот сюда, вот, не знаю, с ведома владельцев этой карты или без или без их разрешения. Эта история умалчивает. Ну, вот как выполнена эта карта, как она интегрирована на платформу 5FM, оставляет желать лучшего, как минимум. Да и в целом, проект показывает такую неблагоприятную картину, в которой очень много косяков. Одна только карта, вся мерцает, лагает, она недоделана, она недополнена, в ней нету воды, в ней нету границ, в ней нету много чего того, что могло бы улучшить этот сервер. Также и скрипты, которые не настроены, не тестировались, иконки, которые разбросаны, хрен пойми как, отсутствие какой-либо карты, вообще никакой карты. Карта Московия, а включаешь Escape, загорается карта Лос-Сантоса. То есть карты, мини-карты вообще нету. Соответственно, нету ориентирования, нету мини-карты, нету понимания, где ты находишься, куда тебе ехать, ну и все в этом духе. Если вспомнить последние проекты, да и вообще какие-то проекты, по которым я ходил, худшего проекта я не видел. Худшего открытия сервера я не видел. Это самое ужасное открытие, на каком я побывал. Не знаю, каким образом попала сюда карта с проекта РМРП Московия, но если ее продали или отдали, то я считаю, что это глупый поступок. Ну а если она попала сюда каким-то более незаконным способом, то мне жаль РМРП. Ну и на этом будем заканчивать, друзья. Вот такой вот проект International Production на карте РМРП Московия. На мой взгляд, абсолютно неиграбельный. Ну а если кому-то понравилось и хочет посмотреть, заходите, играйте, получайте удовольствие. У меня же на этом все. Всего вам доброго! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова